Добрый день дорогие друзья любители шахмат здесь на ческом роу с вами говорит гроссмейстер алексей ермолинский вот начинаю записывать ролики с партиями турнира претендентов даже не знаю как его назвать закончившегося или прерванного но это никто не знает что там будет никто не знает сейчас ничего но я подумал пока мы ждем развития событий в мире и в шахматном мире тоже в общем то неплохо бы оглянуться назад и посмотреть на партии вот этого последнего турнира он на самом деле имеет все-таки историческое значение да и партии были довольно интересны многие из вас наверное видели нашу работу вживую с владимиром добровым мы комментировали да все семь туров от первого хода до последнего интересно очень было я надеюсь что вам тоже но вот какой-то все таки сумбур есть да перескакиваем с одной партии на другую на оценки позиции конечно меняются то есть принципе неплохо бы оглянуться и сделать вот такой вот обзор вот отсюда родилась эта идея в общем время я тратить не буду поскольку ролики будут короткие наверно минут по 15 я помогаю и начинаю сразу же с первого тура и вот перед вами партия между максимом ваще лагравом и фабиана каруана опять же я скажу не знаю почему я с него начинаю но это не имеет значения с какой партии начать из четырех но двигаться я буду по турам по какой причине потому что ну шахматисты не роботы то есть они каждой партии подходит не не отдельно как бы ну по ходу течение турнира и их решение за доской зависит во многом от того какая турнирная ситуация нужно ли там рисковать играть на выигрыш или ну как повлиял результат предыдущей партии так далее это безусловно но вот как говорится внутри самого тура не так важно в каком порядке то есть я не хочу выбором своим вот партии между максимом и фабиана показать что это самая важная партия партии всякие нужны и партии всякие важны так вот значит поехали как и ожидалось конечно е4 е5 но от фабиана каруана у него вообще он теоретик он такой вот от природы он такой теоретик и со временем вот его шахматные восприятие шахмата его стиль подход продвинуть еще дальше в этом направлении теперь для него дебют всегда был важен но теперь он для него наиболее важен то есть вот эта многолетняя кропотливая работа над дебютом и помощник у него соответствующий рустам косинжанов наверное самый знаменитый теоретик наших времен поэтому вот все время какие-то разработки все время выборы новых дебютов все время уход куда-то чтобы чтобы сбить противника с подготовки это для фабиана очень важно и вот здесь он сыграл с волнце 5 но этот вариант я не знаю то есть раньше это все называли архангельским вариантом но с лунта на б7 не пойдет как классическом архангельском ну есть разные названия кто-то даже назвал это вариантом кого там ткачева молоднюка ткачева не щука но это знаменитые конечно гроссмейстеры они действительно много большой внесли вклад в разработку этого этого варианта но тем не менее неважно но скажем называем слон c5 и все ну вот белые играют а4 это важно именно сейчас пока черные не успели пойти d6 и выскочит белопольным слоном защита ладьи то есть это важный порядок ходов на что ладья идет на b8 и теперь белые ну разные то есть методы разумеется можно играть d3 более спокойно но максим на принципиальный вариант пошел d4 сыграл ну вот здесь вообще говоря большинство партий еще несколько лет назад они все развивались в таком направлении белый значит там били ну и ходили кони а3 нападали на эту пешку пешка жертвовался черные бракировались выходили своном на g4 вы можете кучу партий найти между очень сильными противниками ведущими шахматистами мира включая туда небезызвестную партию матча на первенство мира 16 года между карякиным и карлсоном очень знаменательная партия могла быть еще более знаменательность сергей выиграл бы ее поскольку игралась она сразу же после того как сергей одержал победу и повел в счете матч если бы он выиграл бы еще эту белыми повел бы в два очка я думаю был бы чемпионом мира но как говорится что получилось то и получилось но в общем эти варианты я знаю что на камура это много смотрел и в общем там длиннющие варианты и наверное фабиана был готов ну на сто процентов что был готов вот последовал ход опять это не новинка и даже не зевок но для тех которые первый раз это видит они в курсе что ж будет если конем взять ну вот партия была аж 20 лет назад между долматовым и сивоха белые сыграли следующим образом забрали этого коня отдали качество взяли пешку ну бить и совсем плохо на е5 поскольку когда ферзи разменяются белые возьмут на е5 конем ну и нападут вообще на все что только можно представить на c6 и на f7 и там три фига в общем черным сразу очень хода поэтому сыгран от в партии было конь g4 но здесь у черных опасная позиция сергей далматов сыграл свон g5 разменялся отошел своном очень сильная инициатива у белых король черных застрял в центре свон до b3 совершенно зверский конь идет на d4 но в общем здесь проблем очень много по этой причине в общем-то на 5 не берут играется свона 7 ну что замечательно значит h3 и свон вышел на е3 вот и ну что теперь пешку на е4 брать нельзя владимир нам об этом напомнил скушайте эту пешку потеряете фигуру все понятно впоследствии вот позже на этом же сам турнире претендентов партии против грищука фабиано здесь пошел ладьёй на е8 ну я как говорится до этого еще дойду с этой партии еще не разбирался давайте все-таки посмотрим что он что он делал в первом туре побил сдал центр но поставил коня на b4 значит конь c3 слон вышел но теперь на пешку уже напали всерьез на пешку е4 белом надо что-то делать вообще вот этот вариант с едой конь b4 был разработан муртазом кашгалеевым популярным гроссмейстером их из казахстана у него было несколько партий вот в одной из них его грозный противник петр свитлер пошел здесь слон g5 но а6 было сыграно с g5 наверное было играть нельзя из-за жертвы муртаз пошел c5 d5 ну довольно знакомая такая ситуация переход из испанской партии в какие-то беноне но мы наверное помним особенно кто постарше классические партии между каспаровым и карповым вот карпов играл вариант зайцева и вот похожая структура у него получалось но там кстати слон черных стоял на f8 заметно поближе к королю защищал короля владея была на e8 соответственно а слон был на f8 но все равно каспаров развивал сильную атаку и в общем партии складывались его пользу но вот здесь разумеется намного более опасно поскольку черного короля не защищает но практически никто партию эту между свитлером и кашгалеевым можете найти она была довольно интересная свитлер ее выиграл ну в общем есть такая возможность но тем не менее в нашей партии ваш его граф сыграл еще более агрессивно он пошел на g5 только не слоном а конем ну что есть то есть он прицелился на f7 и хочет двинуть вперед пешку е5 пешку на е5 ну можно ли это вообще игнорировать муртаз кашгалеев вышеупомянутый в партии против польского шахматиста камилла метона камиле метона сыграл c5 но последовал вперед конечно и здесь он пошел но это очень опасно в общем этот конь на g5 стоит близко королю е6 я пытался вариант как-то этот улучшить смотрел взятие но тоже честно говоря ничего это толком не добился я не совсем понял как тут кого фигуры брать на d5 потому что вроде бы если если конем то совсем кисло белый играет ферзь c2 нападают на мат а потом двигают е6 тут еще ладья д1 на подходе а взятие на е3 ну во первых реально наверное не очень успевают потом открывается еще линия f но тактика есть какая-то черный разумеется планирует где-то пойти c4 закрыть этого слона но по-моему все это в пользу белых а бить слоном ну какая-то такая игра возможно здесь в принципе вроде бы ну пешка цевет связано да не пойти c4 пока слона 7 не защищен а бить ну белый эта фигура отыграет сто процентов что отыграет f6 наверно пойдут следующим или на f6 возьмут или е6 пойдут но невозможно спасти этого коня то есть у белых будет лучше вот c5 очень рискованно вот недавно было сыграно ферзь е8 это молодой итальянский шахматист марони сыграл ферзь е8 против шашикаряна вот там интересно у них было все равно пошли е5 ну в общем то вы тоже можете эту партию найти белые получили преимущество но что же было в нашей партии а было вот что ферзь е7 а это новинка фабиано вообще новинок немало приготовил на этот турнир хотя турнира была сыграна всего половина тем не менее насмотрелись мы на новинке ну что но белые двинули вперед да взяли комбьет и всем мы так с добром и смотрели казалось очень сильно но мы думали что там еды можно не спешить с открылась какими-то вскрытыми шахами сначала взять на d4 чем позицию для белых выглядел очень заманчиво однако же был сделан вот такой ход е4 и очень-очень быстро здесь максимка призадумался поскольку ну во первых очевидно что нарвался на разработку что само по себе на думаю если играешь скверланы ну следует ожидать что наш нарвешься на разработку значит вопрос какие последствия здесь ему показалось что последствия могут оказаться серьезными хотя владимир говорил что следует это посмотреть играть d5 размен слонов но позиция как не ясно мы конечно быстро установили что сразу пешку выиграть нельзя поскольку это будет зевок вроде бы подрываете до коня на е6 но когда вы его возьмете последует вот такой шах ну прямо из какой-то учебника для молодых шахматистов но спешить не надо можно просто пойти так пешка c может двинуться вперед позиция совершенно не ясно конь на е6 стоит здорово но вот у черных и конь на d3 может быть в противовес поэтому максим решил с этим делом не связываться он принял практичное решение дал он такой шаг чтобы забрать слона но теперь собственно что ну главная проблема белых это слабость пешки на d4 я пробовал здесь было в моих анализах сыграть f3 но я нарывался там прямо сразу на c5 с какими-то проблемами по черным полем в общем это все не так было хорошо вашего граф сыграл лучше надежнее он пошел ферзь е2 вывел ладью ну и теперь уже подорвал ходом f3 взял ладьей но вот здесь что у нас было значит опять же владимир говорил что надо бы пойти ладья е8 ну то есть связка разумеется белые могут ферзя убрать куда угодно поскольку слон то защищен ладьей но откуда его не уводи все равно у черных получалась какая-то активная игра какие-то возможности в общем казалось ему да и меня он довольно быстро уговорил владимир что у черных вообще-то здесь получше но когда фабиано пошел ц5 мы высказали такое мнение ну что первый тур дебют сложился удачно ну почему бы не уравнять и ну надежно отфиксировать в общем то результат положительный логично взято было здесь максим меня признаться удивил немного я думаю он возьмет ферзи он ну там разменяется отойдет королем ну собственно что здесь еще осталось подменять фигурку другую можно ничего соглашаться а он вдруг взял конем наверное он думал что к ним удастся потом взять на е3 перейти поближе там на королевский фланг куда нибудь в район f5 вот так не получилось поскольку фабиано очень здорово сыграл он пошел слон d6 здесь сказать честно мы на другие партии отвлекались но очень внимательно мы не посмотрели ну вот были возможности вот слона 2 интересно почему слона 2 потому что хотел максим сыграть конь d5 разрядить обстановку вообще для двух слонов нужно спокойствие нужно немножко убрать фигуры поскольку эти кони они взаимодействуют друг с другом хорошо создают много тактики а белом эта тактика на данный момент ни к чему у них и король чуть послабее из-за черных полей ну да вот вот так вот продолжалось все это и здесь последовал конь g5 опять же видимо не самый принципиальный ход наверное можно было поддержать напряжение ходом ладья д8 опять же вот владимир добров это сразу указал белом не очень-то ловко но куда отвезти ферзи если сюда там какой-то ферзи а4 может зайти в гости в общем что может получиться из всего этого но вроде бы здесь тактика да то есть нельзя ферзи брать нельзя но ферзи бит же 5 защищает но и здесь вот потенциально все-таки белых могут быть проблемы с королем все зависит разумеется от того где фигуры стоят но опять же конь g5 ход конечно плановый просто того эффекта на который может быть фабиана рассчитывал не получилось поскольку вот буквально через два хода максим здорово сыграл ферзи на д5 а еще лучше на f5 ну то есть в принципе что получается разумеется цвана убрать не мог надо было ладью ладью защитить но убил их появилась страшная угроза пойти сломба один ты скажем если черные там как-то пойдут но я знаю сделать к этому посторонний ход там сломба 4 например но после этого хода белые просто выиграют дадут там шах на f6 а потом слон вернется на а2 с матом поэтому тут уже не до шуток и фабиану пришлось пойти ферзи е5 ну и через несколько ходов соперники согласились на ничью доигрывая до конца ну вот вот такая была партия партия номер один ну что ж спасибо вам за внимание с вами был гроссмистр алексей малинский но много много еще партий впереди смотрите мои ролики пожалуйста до свидания